всех приветствую значит сегодня очередное видео с замером присланного эспандера значит эспандер этот от владимира то есть уже до этого я снимал видео с замером его эспандера в котором мне присылал и значит очередной эспандер владимир купил скажем так у производителя александра зябкина и скажем так напрямую отправил сразу ко мне чтобы я произвел замеры поэтому открываем посылку здесь никаких скажем так интриг у нас нет эспандер один новый так сейчас я сам посмотрю вам покажу так если кто-то может быть не видел не заказывал то есть сразу можно посмотреть в виде какой упаковке приходит эспандер от александра зябкина эспандер непосредственно сам эспандер здесь у нас сразу идет такой ключик для регулировки так нагрузка эспандера 9 уровней az grip calibration то есть усилия скажем так от производителя белый эспандер зеленый красный и черный значит это у нас зеленый так и это так понимаю пересчет килограммы концов краж точно не знаю ладно здесь общая информация соответственно эспандерах такой сопроводительный документ значит смотрим сам эспандер мелкая накатка которая скажем так мне лично понравилось предыдущем видео об этом говорил так сразу посмотрим пружину пружина если не ошибаюсь это от хвата 668 ну вроде бы по моему да так 68 685 675 еще раз 675 ну в общем принципе в целом картина ясна как всегда все очень качественно выполнена накатка без каких-либо замечаний скажем так идеально сделано как по мне и мед отсутствует какие-то замятия неровности и так далее так и такая вот маркировка az зеленого цвета ну соответственно регулировочные болты чтобы изменять положение пружины и менять усилия так но и сейчас даже не разминался ну просто ради интереса с чем можно сравнить мне кажется немного полегче чем двойка как носов краж так вот чисто по ощущениям по усилию так посмотрим расстояние но соответственно это ощущение может быть из-за комфортного расстояния которое мы практически на сантиметр меньше на 8 10 миллиметров меньше чем допустим у той же стандартной двойки от носов краж 62 миллиметра так и ручки уже 20 то есть скажем так это эспандер уже из новых партий которые делают александр зяткин с 20 миллиметровыми ручками так значит что мы будем делать дальше владимир попросил замерить эспандер на максимально возможном уровне то есть сейчас мы скажем так легким движением ручку ослабим и то есть можно ее поднять вот аж до сюда соответственно здесь у нас есть вот регулировочные риски то есть первый уровень это вот так ты собственно говоря сейчас эспандер ну из упаковки выставлен был на первом уровне но при желании можно сделать аж вот так вот значит сейчас прямо на видео и закреплю пружину в таком положении как просил меня владимир и соответственно произведем замер но также владимир попросил поддержать эспандер закрытом состоянии посмотрим поменяются ли параметры у эспандера после этого так ну вот максимально скажем так пружину утоплено ручки затягиваем и получаем уже эспандер другой нагрузки вот при таком максимальном положении пружины ну кстати опять же вот это расстояние довольно таки симметрично и говорит о том что пружина сделан довольно таки качественно то есть вот эти вот скажем так усы пружины как бы одинакового расстояния то есть максимально все четко сделано потому что никакого тут перекоса нету попробую закрыть в таком положении ну левой рукой я думаю или у меня гораздо слабее левой закрывать сейчас по крайней мере без разминки не получится так посмотрим поменялось ли расстояние ну на миллиметр да там было 62 и 2 здесь 60 12 на миллиметр стало меньше из-за того что пружину опустили в ручки глубже ну и сейчас проведем замер посмотрим усилия но мне кажется что существенно оно не изменится так ну вот насколько я могу видеть смазка кому там присутствует соответственно никакого скрипа в любом случае хуже это не сделает немножечко буквально как мы силиконовой смазки крайние витки вот и все на этом еще раз поближе покажу эспандер такая красивая накатка пружина все сделано как говорится на уровне и как говорится на этом переходим замеры эспандера именно в таком положении так ну и посмотрим сколько у нас покажет эспандер на максимальном уровне но еще раз уточню не на топ который скажем так заявляет производитель на том который максимально можно низко пружину не знаю мне кажется что будет он где-то килограмм ну в районе 47 ргц возможно сейчас посмотрим не знаю может быть даже меньше как бы потому что я сейчас был не размят поэтому хотя нет пятьдесят три шесть пятьдесят три шесть так вот видите максимально близко подведены ручки без всяких там зазоров которые остаются и в которых есть усилия пятьдесят три целых шесть десятых килограмма то есть визуально даже ничего не видно но строк проходит все ручки ровно друг над другом не завален ни в одну ни в другую сторону так вот хочется вам показать поближе пробовать удержать как проходит листочек насколько там все близко так ну вот опять же это к слову о том что эспандер гораздо удобнее плане расстояние между ручек поэтому я думаю и особо его так сильно жесткой не почувствовал я имею ввиду даже если я беру допустим свою двойку на 49 ргц то когда я не размятый я ощущаю как бы и что ну не скажу что это прямо в легкую он закрывается на десятки раз то есть этот эспандер при усилии пятьдесят три с половиной закрывается и ощущается в руке гораздо легче то есть примерно не гораздо легче я имею ввиду что я думаю где-то вот эта разница в расстоянии дает как правильно выразиться комфорта к закрытию или ощущение эспандера более удобного для работы где-то килограмм наверно на пять опять же тот по моим ощущениям с моей энтромометрии так достаем еще раз покажу значит сейчас замеры не буду проводить как владимир попросил подержу эспандера закрытом состоянии надо завтра и посмотрим но еще раз скажу думаю что каких-то значительных изменений с усилием не произойдет попробую еще раз закрыть собственно говоря вот довольно таки комфортно без магнезии в скажем так холодном состоянии рука находится не размята но эспандер закрывается ну плюс опять же 20-ти миллиметровой ручки не знаю возможно возможно отчасти немного легче еще из-за этого потому что сам так при таком же усилии ручки 19 то какой-то миллиметр бы оставаться но это уже так скажем так на ощущение каждого индивидуальные вот все на этом затягивать видео дальше не буду эспандера сейчас закрою и оставлю до утра как и сказал и с вами встретимся буквально через секунду соответственно произведем замер на таком положении и на тех уровнях который попросил владимир так мы смотрим зеленая z значит подержал его до утра это может быть часов 8 10 но как я предполагал сейчас мы это проверим мне кажется что возможно изменение вообще никаких не произошло по по крайней мере существенных пятьдесят три целых шестьдесятых эргоцин у нас был 53 4 собственно говоря как я вам сказал свободно проходит листок 200 грамм ну скажем так это не разница это погрешность которая в принципе допускаю то есть еще раз показываю что вот так свободно проходит листок и если он проходить не будет и скажем так ручки сдавить на это но не знаю как назвать это расстояние то там не будет не 10 не 20 там не 50 грамм там будет 200 300 грамм возможно я думаю если допустим конкретно это спандерс брать поэтому почему собственно я так сказал предположил вернее что каких-то существенных вернее даже не существенных вообще практически никаких изменений произойдет потому что сколько я знаю сейчас пружины в эспандер охват александра зяткина должны стать еще лучше и стабильнее поэтому возможно с ними вообще не придется больше делать каких-то манипуляций а уже скажем так при к при покупке они будут в нем находиться в том самом состоянии так мы смотрим расстояние проверяем было 61 и 2 там совсем если точно 61 3 так и при я подозреваю что возможные в расстоянии тут тоже ничего 6129 точно такое же осталось то есть вот пожалуйста первый на эспандер который я замеряю на видео который находится в своем новом состоянии то есть вот он прям куплен и да был достан из коробки никаких изменений абсолютно не произошло не по усилию не по расстоянию то есть это очень высокие показатели считаю качество значит теперь что владимир попросил замерить на первых трех уровнях наверное перекручу чтобы видео сильно не затягивать и уже по очереди призываю замер так первый уровень смотрим насколько он будет легче максимального положения пружины пятьдесят один и четыридесятых килограмма все родим четыре листок проходит пережатия нет зеленый а z так пятьдесят один и четыре но получается сколько у нас ну примерно два килограмма на два килограмма легче чем уровень не то чтобы уровень чем максимальное положение пружины возможное на этом эспандере так ну вот так переходим ко второму смотрим какая будет разница так второй уровень насколько получится сейчас можно где-то как слабая двойка каптанцев краж возможно будет сейчас по усилию 47 килограмм так проверяем пережатия нету максимально плотно подвел проходит листок 47 килограмм и это у нас разница ну примерно в четыре с половиной килограмма между первым уровнем ну в принципе да это у нас получает 47 если брать по скажем так канону это средняя двойка у меня опять же повторюсь средняя 49 где-то 48 49 килограмм вот по сути если не обращать внимание на конфигурацию я имею в расстоянии и толщину ручек усилия получается двойки каптанцев краж но естественно сравнивать скажем так классическую двойку в ее размерах и параметрах и этот эспандер будет немножко неправильно я не в том смысле что какой-то из них лучше или хуже в том что нажимать тот эспандер и этот это все-таки разные вещи несмотря на то что усилие одно и то же так ну и остается третий уровень не знаю возможно будет еще посмотреть можно будет померить 4 но не знаю насколько это будет необходимо потому что усилия там наверное будет даже меньше 40 мы сейчас посмотрим какое будет на третьем так третий уровень смотрим какое будут какое будет усилие у нас на нем кстати посмотрел сейчас записи несколько видео назад замерял эспандеры для александра из таврова поля и замерял также зеленый азет там было первый уровень 51 6 2 47 2 то есть разница в 200 грамм от предыдущих двух замерах которые только что сделал а так крайне точно имеют по усилию 42 и три десятых килограмма листок проходит 42 3 то есть разница чуть меньше чем 5 килограмм ну собственно говоря так и получает вас было 47 51 то есть 4,4 и здесь получается 4,7 ну еще раз говорю погрешность вот эти от 100 до 3 статус в среднем 200 грамм она всегда есть так ну в принципе ради интереса можно замерить еще и четвертый уровень как бы но это уже будет такой легкий эспандер скажем так сейчас у нас усилие ближе кок полтора уже пргц удобное расстояние еще раз повторюсь вот две риски вот третье но опять же еще плюс к слову погрешности то есть выставляя здесь из ручки на этом эспандере тоже надо как бы ну для себя определяться в каком месте их ставить то есть все таки в это риска она ну скажем так тоже имеет определенную ширину вот например сейчас покажу сфокусируется то есть можно например выставить под ней да вот она будет вот так вот видно над срезом находиться можно выставить так чтобы она была закрыта то есть я стараюсь встать чтобы она была закрыта и скажем так еле-еле была видна то есть поэтому ну от этого тоже может возникать небольшая погрешность поэтому еще раз говорю вот эти вот именно сто двести грамм на это уж точно не стоит обращать внимание это вполне допустимая погрешность учитывая скажем так с чем мы имеем дело то есть все таки это такие ну не знаю не то что более сложные более капризные то есть более сложные для каких-то замеров и какой-то такой стандартизации так выразиться тренажеры кистевые эспандеры поэтому такая погрешность я считаю вполне допустимо вот так вот выглядит разница между ручек если одна опущена на один уровень ниже то есть такая вполне существенная так ну давайте замерим еще четвертый уровень и на этом будем видео заканчивать четвертый уровень так ну возможно я думаю сейчас разница будет немножечко меньше между четвертым и третьим чем между предыдущими как бы по опыту замера az black там по мере снижения по уровням разница между ними килограммов уменьшалась не знаю честно говоря с чем это связано но такая вот особенность есть в регулируемых эспандерах 38,6 тридцать восемь и шестьдесятых то есть разница получается в 3,7 килограмма правильно все посчитал то есть на килограмм меньше чем разница между предыдущими уровнями ну в принципе как бы скажем так ожидаемо плюс-минус погрешность то 200 грамм то есть такое вот усилие это у нас если не ошибаюсь примерно каптанцев краж полтора по усилию аренмайнд так ну расстояние кстати расстояние наверное и будет приближаться к аренмайндовскому наверное хотя ну не совсем 67 ну приближается но не совсем а так вот такой эспандер в принципе уже более похож на полторашечку по своим параметрам все наверное на этом видео буду заканчивать значит дальше уровни замерять не буду тем более Владимир об этом не просил Владимира поздравляю с приобретением такого отличного эспандера спасибо ему за возможность предоставлено его замерить в ближайшее время отправлю ему скажем так он тоже его попробует уже в тренировках на этом видео заканчиваю всем спасибо за просмотр и пока спасибо за просмотр и пока спасибо за просмотр и пока 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 пока